Магазин вытащили. Сразу рука тут ждёт. Когда говорят, перезаряд. Группа девушек-добровольцев из Украины, известных как «Боевые ведьмы», проходит военную подготовку на одном из местных полигонов. Их подразделение защищает Бучу и Киевскую область. «Чисто, потом ты уходишь туда, присаживаешься, чисто, потом ты за ней». Пока мужчины находятся на линии фронта, украинки вступают в добровольческие ряды мобильных огневых групп. Это внедорожники с пулемётами. Задача военному на такой машине – выдвинуть на позицию, открыть огонь по цели и быстро вернуться на место дислокации. Они учатся защищать небо над Украиной и сбивать российские беспилотники. «Нам хватает духа, силы и мужества, потому что мы знаем, за что мы здесь стоим. Это наше. Я стою на своей земле. И я не хочу, чтобы кто-то чужой был здесь. И мой ребёнок снова кричал от страха». Бывший гид Татьяна недолго раздумывала над тем, чтобы присоединиться к ведьмам. «Моего мужа и деверя убили в марте 22-го года. Моё имущество уничтожено. Квартиру был прилёт. Мама заболела. Не смогла всё это выдержать и тоже умерла. С июня 22-го года мой племянник пропал без вести в районе Авдеевки. Так что у меня есть мотивация. Я очень зла на оккупантов». Татьяна – одна из десятков женщин-добровольцев, которые присоединились к подразделению воздушной обороны, чтобы заменить мужчин, призванных на службу, на передовую. Сегодня – первый учебный день Елены, матери двоих детей и бывшей учительницы. «Я не хочу, чтобы что-то падало на голову моих детей. Я должна это контролировать». В прошлой довоенной жизни Алена, у которой трое детей, работала воспитателем в детском саду. «Теперь, – говорит женщина, – пришло время приспособиться к новой реальности. Её главная цель – дроны». «Есть женщины, которые тоже могут помочь. Многих мужчин направляют ближе к передовой. Я думаю, что женщины могли бы держать свой фронт здесь, сбивать шахеды. Мы можем делать это так же, как и мужчины. Если я смогу сбить хоть один шахед, я буду считать свою миссию на земле выполненной. Я просто не хочу, чтобы дрон причинил кому-то боль». Военное добровольческое формирование получает поддержку от местных властей. Основные задачи подразделения – поддержка полиции и противовоздушная оборона. «У всех девушек, которые приходят сюда, главное – это желание защитить своих близких. Они берут на себя ответственность. Они защищают не только своих близких, они защищают страну». Российская армия регулярно наносит удары по территории Украины ракетами и беспилотниками. В ночь на воскресенье из Краснодарского края России в сторону Украины было запущено пять дронов-шахед. Все они были сбиты украинским ПВО. Украинский ПВО.